Не знаю, мне кажется, что Та степень антагонизма, которая сегодня в Америке присуща по отношению к российским гражданам, настолько нас разобщает, что все вообще забывают простые истины. Мы такие же люди, как и вы. И с той же плоти и крови, с теми же жизненными проблемами, семейными, счастьями, несчастьями и так далее. Каждый из нас представляет из себя ровно то, что в нас вкладывали наши родители, Господь Бог и, в общем-то, все наши предки. Гораздо больше много общего и нас связывает очень много и по культуре, и по ментальности даже. И, безусловно, гораздо есть огромное количество точек соприкосновений, чем нежели те, которые навязывают сегодня по какой-то причине кто-то, кто кукловодит всем циркам о том, что Россия для вас враг, о том, что русские имеют свои цели как-то навредить Америке. Это абсолютно театр абсурда. Безусловно, у нас огромное количество есть и культурных точек соприкосновения и интересов между нашими гражданами в бизнес-сообществе и так далее. И есть, безусловно, на геополитической арене много вопросов, которые должны были бы нашими политиками совместно как-то рассматриваться и принимать решения. Ну, а в итоге мы получили то, что в итоге получили. Это очень печалит. То, что сегодня происходит именно в Америке, это очень печалит. Я понимаю, что сегодня это является новым витком того скандала, который связан с моей встречей с Дональдом Трампом-младшим. Я могу вам сказать только одно. Когда ко мне стали обращаться ваши коллеги с этим вопросом, я не очень понимаю, откуда он, в принципе, возник. Я сказала и вам также говорю. Единственное, что я помню. Была девушка, красивая блондинка, которая проходила в лифтовом холле, где стояла я, когда уходила с встречи с Дональдом Трампом-младшим. Кто эта девушка была? Была ли это Иванка Трамп? Была ли это просто красивая юная леди? Я не знаю. Я с ней не общалась, не разговаривала, не приветствовала, не знакомилась, не обменивалась никакими-то любезностями. Ровным счетом ничего. Чтобы быть очевидным, вы говорили с женщиной в элеветоне? Вы говорили с Иванкой Трампом или просто ее видели? Но я не разговаривала ни с Иванкой Трамп, ни с каким-то еще человеком, который мог бы быть на нее похож, либо та девушка. Я до сих пор не знаю, была ли это она, либо это просто была мимо проходящая юная леди, как я сказала. Я не знаю, откуда пошла эта информация, что это была Иванка Трамп. Я сказала, я понятия не имею, кто это был и кто вам, собственно, навязывают эту идею, что там исключительно была Иванка Трамп, и мы с ней общались. Нет, я не знаю этого. Я могу только сказать то, что я знаю. Была девушка, я видела, я помню, просто благодаря своей фотографической памяти. Но я не разговаривала с этой женщиной, и я не знаю точно, кто она была. Я могу предположить, что это была она, безусловно, похожая, но я не могу это не подтвердить, не опровергнуть. Я этого не помню, чтобы я с ней разговаривала. По крайней мере, у меня это в памяти не отложилось. Демократы на Капитал-Хилле говорят, что Иванка Трамп должен быть интервью за ее встречу с вами. Была это встреча? Я, как я уже сказала, что я не знаю, кто была эта девушка. Так, в принципе, наверное, нужно, можно будет допросить всех, начиная посетителей с первого этажа Трамп Таура, до всех посетителей кафе и ресторанов, которые там находились. Я не знаю, для чего нужно ворошить вот эти вещи, с какой целью. Кто задался этой идеей, как бы вот, тратить такое количество трудоресурсов, такое количество денег, по сути дела, федеральных, на то, что обречено, в принципе, изначально на провал. Нет, не связывались никак. Я, кстати, знаете, хотела вам добавить по поводу желания демократов дальше продолжать это расследование. Просто хочу ваше внимание обратить на следующий факт. Моя история и моя вообще, в принципе, единственная цель и мессендж, с которым я приходила тогда в июне 16-го года к Дональду Трампу-младшему, касалась личности конкретного человека и его деятельности в Российской Федерации, это господина Браудера. Так вот, если мы переведем это в логику теоретического блока, то, по сути дела, допрашивать нужно будет тогда и госпожу Фанштейн, которая взяла и разместила показания господина Тимпсона, в которых очень много как раз описывается, ровно тех же обстоятельств сведений, о которых я говорила в своих показаниях и которые, собственно говоря, я и обсуждала тогда в Трамп-тауре. Ну, смотрите, логика такая, да, то есть демократический блок настаивает на том, что я была неким агентом Кремля, шпионом и так далее, кремлевским адвокатом, который пришел с каким-то предложением господину Трампу. И поэтому нужно сейчас всех, абсолютно всех, кто в этот момент был со мной, до, после, в этот момент и так далее, всех допросить, выяснить всю подноготную, впуская там личные какие-то истории жизни и так далее. А ведь моя встреча была связана не совершенно ни с госпожой Хиллари Клинтон, не совершенно с какими-то демократическими там вариантами, нет. И уж тем более никак не с президентством и не с выборами. Моя встреча была предельно банально проста о тех преступлениях, которые совершала группа Браудера у нас в стране и продолжает манипулировать в Соединенных Штатах Америки. Нет, нет, это совершенно неправда. Это фантазийная маркетинговая выходка, это фантазийная маркетинговая выходка господина Голдстоуна, не более того, для того, чтобы выполнить, наверное, там, обещания или показать свою в данном степени, ну, значимость и возможности кого-то привести в кабинет к Дональду Трампу-младшему. Не более того, это как сейчас, я понимаю. Но сейчас, анализируя ту переписку, которую господин Дональд Трамп-младший выложил в сети в июле года, я к этому выводу и прихожу. У меня была составлена мною справка, которую я хотела передать. В принципе, мне как таковой встречи и не требовалось. Я хотела передать справку и просить поддержки на предстоящих слушаниях в Конгрессе и в демонстрации в Вашингтоне в июне 2016 года фильма Андрея Некрасова о Браудере. И, в принципе, только об этом и шла речь. Но вот как-то господин Голдстоун, я с ним просто не общалась до этого, не знаю, что у него там в голове сложилось, как. Но он решил таким образом заинтересовать Дональда Трампа-младшим, чтобы он со мной встретился. Я думаю, он не солгал, он просто преувеличил. Но такое преувеличение, которое он сделал, оно, в принципе, говорит о неправде. Потому что у меня не было, и он не мог не знать, что у меня нет какого-то такого компромата на госпожу Хиллари Клинтон, которая еще является поддержкой со стороны правительства Федерации. И такая глупость вообще была написана в том письме, где он сначала говорит, что это компрометирующая информация о связи Хиллари с Россией, ну, вроде бы как, уличающую в каких-то плохих отношениях Хиллари с Россией. И в то же время это является якобы поддержкой России твоего отца. Ну, какая-то глупость нелогичная. Но по поводу вокруг этой глупости, вот уже сколько времени, больше там полугода, проводится расследование. И вот мы сейчас с вами тоже по этому же поводу и из-за этой глупости общаемся. Здесь смотрите, какой нюанс. Если вчитаться, да, я действительно так сказала. Более того, я до сих пор совершенно уверена в том, что я его не видела. Понимаете, вопрос в том, что встречались или не встречались, у нас у каждого в памяти откладывается впечатлением от того, что мы видели точно совершенно человека. И если уж не общались с ним, но в памяти это запечатлено, что этот человек там был. Вот в моей памяти и в моей, так скажем, уверенности, что я его не видела, запечатлено все, что угодно, но только не Глэн Симпсон. Я его не помню. Ни 8 июня. Я вечером прилетела только из Нью-Йорка. Нет, я совершенно точно говорю, что я его не помню в эти дни. Мы с ним виделись, и то я помню его только в офисе, по-моему, наших адвокатов в Вашингтоне, когда я приехала в Вашингтон лет... Ну, вот после процесса судебного. Это, по-моему, 10 июня я приехала в Вашингтон. Там мы с ним и могли видеться, и мы с ним общались в офисе наших адвокатов. Это то, что я помню. Я 8 июня приехала поздно, прилетела поздно в Нью-Йорк 8 июня, и я встречалась со своими друзьями 8 июня. А 9 у нас был процесс судебный. Там он мог, конечно, быть, но я его категорически не помню, и с ним не общалась. First, Mrs. Veselnitskaya said she could not remember Glenn Simpson. And now she says she does remember him, and meeting with him the day before and the day after the Trump Tower meeting. Is that correct? No, 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 no. Это неправильно. Я говорю ровно то же самое, что говорила и до этого. Я не помню своих встреч, я не помню своих... Вообще то, что я видела, в принципе, Глена Симпсона в Нью-Йорке, когда я была 8 и 9 числа. А 10 я уехала в Вашингтон. Но я не помню, как я привела 10 июня день в Вашингтоне. Я помню, с кем я встречалась, я помню. С кем я общалась, я помню. Я была с адвокатами, собственно, я к ним и ездила. Я встречалась с Ренатом также, по-моему. Но чтобы я общалась с Гленом Симпсоном, я этого не помню. Поэтому я и говорю, я с ним не встречалась. Я просто хочу, чтобы вы поняли. 9 числа, вот для меня на самом деле, если бы вы до 11... Нет, до какого? До 7 июля прошлого года позвонили и мне сказал, Наташ, а что ты делала 9 июня в Нью-Йорке? Я вам сказала бы однозначно сразу, что у меня был один из судьбоносных процессов по нашему делу в апелляционном суде. Вот 9 июня для меня до июля этого года предопределён. Я бы вам в жизни бы не сказала, что я была в Трамптауре не потому, что я хотела бы скрыть, а просто я... Ну вот встреча для меня, она была пустой, так же, как и для него. Она ничего не принесла, ни мне, ни ему. И мы разошлись, и всё. И я даже не зафиксировала, в какую дату это была встреча. Понимаете? И когда 9 июня я была в суде, и это был один из самых наших таких болезненных процессов, в результате которого вышли из великолепных адвокатов. Я помню даже запахи на улице в Нью-Йорке, солнце палящее, я помню каждое своё слово, что я сказала, что мне ответили наши адвокаты, но я категорически не помню при этом Гленна Симпсона. Нет, подождите. Или это что-то вы не понимаете. Я вам ни разу такого не говорила. Совершенно не говорила. Я ещё раз продолжаю настраивать на том, что я не помню, а значит, я не видела, и я не могу утверждать, что я встречалась с ним. Лично я. Нет, не помогал. О, боже, о чём вы говорите? Нет, никогда такого не говорила. Смотрите, здесь какой вопрос. Подождите. Во-первых, чтобы вот сразу, да, отместить все. Я понимаю, что мои слова для вас не являются неким фактом, да? Я понимаю, ваше предубеждение предвзято сегодня, в том числе и ко мне. Но здесь вы должны чётко понимать. Я никакого отношения не имею к этому досье. Считаю его просто грязными сплетнями, о чём я сразу это и говорила, и говорю. И о том, что к этому досье имеет отношение Глен, для меня до сих пор является невероятным фактом. Потому что уровень работы Глена с документами, с информацией, он настолько показал, зарекомендовал себя, как профессионал, что вот эти вот записки какие-то, ну, просто, я даже не хочу употреблять какое-то даже литературное, к ним нельзя слово применить, чтобы объяснить, что это такое. Это такая грязь, которую невозможно читать до конца. Поэтому для меня было совершенно шокирующим открытием, что к этому имеет какое-то... Если вы говорите, что моя записка, которую я лично писала, на своём компьютере в течение двух, по-моему, с половиной часов, является неким, значит, аутентичным документом этому досье, для меня это личное, просто безумное оскорбление. И я в этой ситуации прошу тогда конкретно привести выдержки из этого бредового, анонимного источника под именем досье Трамп из той записки, которую я лично писала для своей встречи. I apologize. I'm trying to understand your side of the story, and I think some things get lost in translation, which is hard for all of us. So I'm trying to hear you out to the best of my ability. I want to talk more about your view on the dossier. Have you read the dossier? Do you feel it's credible work? Is it consistent with what you've seen from Glenn Simpson in the past? I'm talking about the Trump dossier, that was commissioned by Glenn Simpson's group Fusion GPS, and it's the research from the former British spy Christopher Steele. Have you read the Trump dossier? Is it credible? Yeah, but if we're talking about some other documents, I just want to tell you that I can't do it at the end, because it's, you know, it's such a paper, after which you just want to go in the shower. So I started on the second or third page, from the diagonal, read the rest of the pages, and for me it was a completely just a bit of a document that, which, in principle, could anyone really be able to write in a journal. It's like a kind of a yellow-sort какая-то сплетница но это это просто too much you wrote to us in email that the memos were a collection of anonymous paranoid rumors and you would expect better work from glenn simpson я сейчас это могу сказать потому что я знаю глена как он может работать сама с информацией я могу допустить что это сделал безусловно какой-то другой человек категорически не глен и глен наверное я не знаю какую роль в этом смысле он сыграл я до сих пор не могу понять какую роль сыграл глен судя по его показаниям ему уже принесли эти готовые бумажки и он лишь проверил как какие-то вещи связанные с ними но вы понимаете в чем дело ну то что по крайней мере я вот помню из этих бумажек я это даже словом досье назвать не могу это не досье это просто какие-то разрозненные бредни там везде есть вещи которые практически нереально проверить потому что есть такое понятие как отрицательный факт вот доказывать что я не верблюд очень сложно это как раз и есть отрицательный факт вы знаете я считаю что любые спецслужбы конечно должны проверять любую информацию которая им поступает если им поступило подобного рода информацию они должны ее проверить и если подтверждающих фактов нет соответственно они должны принять какое-то процессуальное решение а что произошло факты они не на не смогли найти подтвердить эти факты не смогли но выпустили его через сенатора маккейна уж я не знаю каким образом он здесь подвязался выпустили его на суд общественности вот это вот очень низкий поступок со стороны тех людей кто это сделал понимаете когда если бы вас сейчас обвинили что вы имеете отношение к убийству ну я простите меня но совсем что понятно к убийству кэннеди или ваши родители да вот вы бы всю жизнь это говорили нет это неправда это неправда и никто бы не смог доказать этот факт ну что действительно неправда но вас все равно бы считали причастным к этому вот что это делается и вот это низко на мой счет на мой взгляд what was the relationship between you glenn simpson and a baker hot stetler исключительно деловые отношения и глен за время работы значит в качестве человека который проводил определенного рода информационное расследование в большей степени о господине браудере о чем вы можете почитать в его показаниях проявил себя достаточно высочайшего уровня от исследователя именно лично он именно поэтому мое мое вот это вот такое совершенно не обескураживающее впечатление от этого досье и что он мог в принципе иметь к нему отношение какое-то он работал с четырнадцатого года по делу привезон лично мы с ним познакомились в конце пятнадцатого года когда я впервые переехала в соединенные штаты но я собственно всегда быть конечно я помню о чем было о чем был разговор писала сначала справку для для этого значит речь шла о том что в соединенных штатах был принят закон магницкого двенадцатом году который содержит себе совершенно ложную историю о господине магницком моем соотечественнике который на самом деле никогда не был адвокатом он не имел даже юридического образования он никогда ничего не расследовал он никогда никого ни в чем не обвинял он был задержан арестован и находился под стражей на основании решения суда по обвинению в налоговых преступлениях и в течение девяти нет десяти месяцев пока он находился под стражей господин браудер ничего не сделал для того чтобы его выпустить а он мог бы просто заплатить те налоги которые он не заплатил нашей стране он этого не стал делать и после того как сергей скончался он нанял достаточно хороших технологов которые придумали новый образ сергею как мученика как человека который кого-то изобличил превратили его в адвоката и так далее это абсолютно все неправда но к сожалению это неправда стала именоваться законом соединенных штатов америки и этот закон использовался против моего клиента дениса коцива ну вы знаете с учетом как бы последовательного перевода как вот мы сейчас с вами общаемся да всего встреча была минут 30 по времени но с учетом перевода она соответственно делите на два то есть это да но буквально 10 15 минут чистого времени общения я рассказала вкратце историю принятия закона магнитского и к чему это привело это привело к тому что россия ответила совершенно неадекватно в принципе я считаю запретом усыновления американских американскими граждан наших детей и попросила помощи в конгрессе для проведения расследования деятельности браудера для того чтобы наконец вот этот открытый ящик пандоры закрыть а вот собственно вся встреча окей and what was the response from donald trump jr and jared kushner значит джаред кушнер о том что это вообще джаред кушнер я узнала также много-много времени спустя он пришел после начала встречи ушел до ее окончания поэтому мы с ним вообще никак даже не смотрели друг другу в глаза но мое мнение это практически как так скажем наблюдателя со стороны я считаю что для демократов поражение на выборах президента конечно было чудовищным они не ожидали такого неординарного оппонента который практически разрывает шаблоны всех десятилетий до этого поэтому поражение такому кандидату для них было и является очень болезненным но и это как я считаю простая реакция на то что винить не себя не искать в себе причины проигрыша а найти другие объяснения что в общем то они этим и занимаются я могу сказать что такое ощущение не только у меня это практически у всех понимаете то что сейчас вы творите со своим президентом я к нему совершенно нейтрально отношусь я его не не поддерживаю и либо поддерживаю конечно мне бы хотелось чтобы у вас был президент который нормальные отношения с россией выстроил да мы все этого заслуживаем но то что сейчас происходит это просто омерзительно и весь мир наблюдает над этой мерзостью которая которой вы подвергаете ну я не конкретно вас имею ввиду я в целом имею